Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы будем с вами создавать графику в изометрии. Что можно сказать вообще про изометрию? Ну, во-первых, она всё ещё модная, всё ещё популярная, востребованная. Всё ещё людям нравится эта милая стилистика без искажений. И, в принципе, чем характеризуется такая графика? Она характерна тем, что у нас нет с вами так называемых перспективных искажений. То есть у нас все линии друг к другу параллельны. И все расстояния у передней плоскости, у задней плоскости, все они будут одинаковые. Поэтому не получается у нас никаких перспективных сокращений. Всё очень параллельно, очень ровно, всё красивенько и здорово. Мы с вами попробуем создать иллюстрацию сегодня в изометрии. У меня уже, как видите, подготовлены референсы заранее. Я поискала их на стоках. Здесь вот видны watermarker. Я нашла их на dribble в инстаграме. В общем, сделала себе скрины. И сегодня, отталкиваясь от этих референсов, я создам некоторую иллюстрацию. Я думаю, у нас тематика будет что-то связанное с криптовалютой, чем-то таким, то есть технологичное. И от этого концепта мы будем с вами отталкиваться. Также, на всякий случай, я сохранила себе палитру серых оттенков, чтобы они были классными, чистыми. У нас получался классный, интересный градиент. И, в общем, давайте приступать. Классическая изометрия у нас с вами получается из-за пересечения линий под углом 60 градусов. Давайте посмотрим. И вы можете делать таким образом сетку самостоятельно и благодаря этой сетке рисовать. Давайте покажу, как. Так, выбираем rotation 60 градусов. Говорим ok. И делаем с вами отступ. Допустим, 10. 10 очень мало. Давайте. Ctrl-D. Дублируем трансформацию. Есть. Группируем. Ctrl-G. И давайте отразим transform. Отразить. Скопировать. Есть. Чтобы было еще более удобно, мы можем с вами нарисовать также вертикальные и горизонтальные линии на всякий случай, чтобы нам с вами было удобнее ориентироваться. Идеальное совпадение. И давайте продублируем. Так, я хочу зацепиться линейкой, чтобы у меня совпал стык в стык. Давайте еще разок. Да, и Ctrl-D. Все, у нас получилась сетка, такая модульная заготовка, по которой мы затем можем рисовать. Можем сделать ее менее прозрачной, чтобы она не такая явная была. Да, давайте сделаем это. Можем ее заблокировать и на новом слое уже рисовать с вами изометрические объекты. У меня есть привязка. Все классно. Вот у нас какой-то модуль уже сразу появляется в изометрии. Напоминаю о Smart Guides, да, где у нас с вами идет привязка. Это вот здесь, View, Smart Guides. Обязательно их включите, иначе не будет таких привязок, как у меня, чтобы все попадало и было классно, ровно. В изометрии важно, чтобы все было очень ровно и очень аккуратно. Ну, условно. Вот. Какой-то объект у нас с вами... Получился. Сейчас я замкну. Все, есть. И вы сразу видите, даже несмотря на то, что он, в принципе, не обычный кубик, а такой довольно комплексный, сложный, он у нас сразу в изометрии. То есть, в изометрическом вот этом сокращении и без сокращения перспективном. Таким манером можно рисовать много чего. Различные сложные объекты, вот как здесь у нас домики, да, сложные кубики, все что угодно. Можно нарисовать, в принципе, благодаря такой модульной сетке. Я модульную сетку сохраню, но прямо стартовать с ней, скорее всего, не буду. Так что я сейчас вскрою. И прежде чем мы начнем с вами рисовать именно иллюстрацию, я напомню еще о таком эффекте, который я рассказала в самом начале, когда смотрели иллюстратор, как Extrude. Вот же он. Включим Preview. И здесь у нас есть четыре параметра изометрического положения объекта, да, выдавливания в изометрии. Слева, справа, сверху и снизу. Если нужно что-то быстро такое нарисовать, то можно пользоваться вот таким еще выдавливанием, и сразу у вас будет направление то, которое вам нужно. Давайте сверимся на всякий случай. Добавим толщины, например, скажем ОК. Включим сетку. И видим, что у нас идеально совпадает все по углам, поэтому часть изображения можно нарисовать с помощью сетки, а часть, чтобы упростить себе жизнь, если действительно стоит какая-то сложная задача, или сделать вот такие какие-нибудь скругления, и изометрией выравнивать эти все истории не очень хочется, именно с помощью сетки, то можно пользоваться и экструдом. Это такая краткая вводная часть по тем инструментам, которыми сегодня будем пользоваться. Ну что ж, у меня здесь два примера, которые мне больше всего нравятся. Я хочу попробовать создать нечто похожее, такую а-ля модульную графику из нескольких частей. В частности, буду ориентироваться на пример, который на темном фоне. Мне он больше всего нравится. Так что давайте начнем. Начну я с основания, с этой плашечки, на которой будут у нас располагаться остальные объекты. И чтобы было плавное скругление, я буду использовать эффект экструд, чтобы мне было легче контролировать эти края, и в любой момент их вправить. Включаю превьюху. И мне нужна только плашка, поэтому я ставлю на любое выдавливание у экструда. Таким образом я могу скруглять и наоборот делать более острые углы, и экструд у меня сохраняется. Копирую это изображение. Давайте сразу применим градиент. И, как мы видим, градиент здесь работает не совсем корректно. Да, у нас появляются такие баги. Поэтому, чтобы все заработало как нужно, именно верхнюю плашку мне придется экспандить, сделайте команду expand appearance. Делаю однотонную заливку. Убираю однотонную заливку, и только после этого уже говорю expand. Тогда градиент будет работать корректно. Нарисую прямоугольнички, чтобы закрыть эти моменты, чтобы была у нас толщина. И, как вы видите, у нас не совсем корректно отображаются цвета. Хотя я тыкаю как будто веткой, все окей. Это связано с тем, что у нашего прямоугольника применен эффект extrude, а у экструда есть настройка шейдинга. Давайте посмотрим. Нам нужен режим без шейдинга, без затемнения, осветлений, чтобы не было никаких перепадов по тону, и тогда у нас все будет идеально совпадать. Дорисую остальную оставшуюся плашечку, чтобы закрыть толщину у нашего объекта. И сделаю дубликат крышки, покрашу ее в синий. Будет такая дополнительная деталька. Так потихоньку мы с вами насыщаем нашу графику дополнительными деталями, дополнительными линиями, объектами, чтобы она не смотрелась скучно. Я дублирую еще раз и смотрю, как это будет выглядеть. Давайте посмотрим, что у нас там в оригинале. И сейчас можем с вами наконец-то приступать к центру, рисовать этот цилиндр в центре нашей плашки. Я покрашу в однотонный цвет какой-нибудь синий, да? И применю экструд. Опять же, рисую именно экструдом, потому что все-таки легче рисовать экструдом круг, чем рисовать эти кривые бесконечные плоседки. Выравниваю все, чтобы у нас было по центру. Так, примерно. Дублирую. И, думаю, можно нарисовать тоже заглушку, чтобы был у нас объем. В принципе, это можно сделать и прямоугольником, но обязательно произвольную форму убрать. Есть. Давайте поменяем какой-нибудь оттенок и немного уменьшим по пропорциям наш цилиндр. Да, где-то так. Отлично. Теперь уменьшу все, чтобы это не выглядело так громоздко, как это выглядит сейчас. И сдублирую цилиндр. Дополнительный будет у меня такой графический элемент, чтобы у нас появились разные объемы, разные толщины, и была интереснее иллюстрация. Давайте тоже менять цвет. Еще раз дублирую этот эллипс, тоже поменяю цвет. И давайте поиграем немного с режимами наложения. Посмотрим, что у нас тут интересного получается. Пусть будет оверлей неплохо. Чтоб посветлее. Отлично. Добавляю еще линии, чтобы у нас график посмотрелось еще интереснее. И так как у нас на референсах есть свечение, сияние, давайте нарисуем его и у нас тоже. Я возьму прямоугольник, сдублирую его и растяну. Также возьму эллипс. Сделаю ему экспанд. Все это дело подровняю и по спайндерам объединю. Таким образом получу такую своего рода маску для нашего сияния. Конечно же, здесь важен режим наложения. Давайте что-нибудь подберем. И у нас будет, естественно, градиент, входящий в прозрачность. Давайте настроим градиент. И во второй точке у нас будет нулевая прозрачность. Теперь давайте нарисуем частички дополнительные, чтобы у нас соображение было повеселее, поинтереснее. Здесь тоже можно поиграться с градиентами, с прозрачностью на ваш вкус. Давайте, наверное, сразу докинем фон, такой какой-нибудь темно-синий, чтобы у нас сразу было видно, как у нас по контрасту, по цветам, по всем этим градиентам сразу оценивать общую картину. Давайте накидаем немного каких-нибудь таких частичек. Можем даже с вами сделать их попробовать с блюром. Давайте сдублирую эту частичку, увеличу. Давайте посмотрим какой-нибудь такой эффект. Можем оставить так, можем что-то уменьшить на ваш вкус. Главное не забыть все это дело группировать. Ну, примерно так, я думаю, неплохо. Еще мне нравятся эти динамические такие линии. Давайте их тоже сделаем. Возможно, как-нибудь так с обводкой, но никакими толстенькими. тоже добавим немного свечения. Да, возможно, сделаем их чуть потоньше. Сейчас смотрим, да, основной наш концепт. Кроме того, я продублирую еще раз наше свечение. Сделаю его на передний план и выровняю относительно нашего кружочка мелкого. Как-то так. И таким образом у нас с вами все больше и больше появляется интересных деталек. Что сейчас выбивается больше всего? Это, конечно, этот цилиндр, у которого нет ни градиента, ничего такого. давайте это исправим. Экспанд и давайте объединим, я думаю. Где мой пастфайндер? Есть. Теперь давайте с вами подберем градиент. Создам еще, наверное, добавлю в палитру еще пару цветов, чтобы было сразу удобно их доставать и с ними работать. Как-нибудь так давайте и докинем гемои палитры. Докинем их сюда. Эти палитры очень классные. Я ими достаточно часто пользуюсь в том плане, что всегда могу вытащить из них цвета для своих градиентов, те, которые уже используем. И это здорово. Давайте сто. немного поменяю порядок. Такой небольшой рефлекс у меня получается. мне совсем чуть-чуть нужно. И графика уже становится интереснее. Похожие цвета, чуть-чуть по тону различающиеся, очень дают классный эффект, если нужно сделать какой-то объем. поэтому не пренебрегайте этой историей. Пытаюсь попасть в верхний круг. Давайте его тоже сдублируем. Вот. Все сдублировала. давайте под низ и поиграемся еще немного с тенью. Так, тень у нас стилизации. Вот же она. Значит, что насчет тени? Тень не рекомендуется брать черного, чисто черного цвета. Тень лучше всего брать с оттенком. И тень не должна быть супер яркой. Она должна быть все-таки такой с тем вот чуток небольшой намек, скажем так. Выравняю тень как-нибудь ее подальше. Давайте положим наш объект под низ. с эллипсом лучше. У меня уже немного тут каша с графикой. Как здесь. Здесь у нас с вами достаточно жесткая тень. Мы можем с вами сделать и более жесткую тень, чтобы у нас не было ощущения парящего такого объекта. давайте попробуем и вырежем с вами из вот этого объекта. из этого и из этого я дублирую. так не тот режим вот то, что нам нужно. Здесь у нас не очень красивый залог. Давайте его просто вернем на место. Я добавлю здесь по узлу, а этот удалю должно быть вот и да. Все классно. Кладем все это дело под низ естественно и давайте немного с вами подрихтуем здесь окей возвращаемся к режимам наложения нибудь мультиплай и вот наша тень в принципе готова. Можно было бы даже не делать здесь этот залог но чтобы подчеркнуть объект форму объекта можно и оставить. И таким образом у нас наш объект уже не так висит в воздухе когда только с мягкой тенью когда с жесткой тенью сразу вы даете понять что он стоит на плоскости. Я предлагаю здесь еще сделать какой-нибудь значок доллара. Такие иллюстрации часто просят на самом деле на какой-нибудь сайт или просто на какой-нибудь лендинг неважно как иллюстрацию поэтому здорово если разберетесь как их рисовать. Давайте найдем какой-нибудь приятный приличный значок доллара вот такой мне толстенький нравится давайте экспанс положим его и сделаем его наверное белым пусть будет белым окей так я помещу его сюда типа у нас тут магия творится с долларом все как в реальности и иду 3d экструд конечно изометрия ну смотрите какой вам вид конечно нравится больше как доллар больше более удачно выглядит мне нравится наверное вот так давайте попробуем посмотрим здесь у нас сразу не самая приятная история получается потому что когда мы делаем expand appearance и если мы все это дело разобьем то у нас получатся вот такие вот куски их надо все почистить сгруппировать чтобы все было красиво и ровненько давайте этим займемся чтобы потом покрасить их как нам нужно так это все одна сторона это тоже одна сторона точнее это и вот это там у нас будет тень и здесь у нас тоже будет тень допустим да разумеет тоже тень эта часть тоже уходит у нас тень и фронталка остается у нас освещенной допустим все это можно группировать можно покрасить как вам нравится поэтому здесь у нас масса способов и вообще возможности для творчества у меня свет снизу то он будет светиться снизу естественно мы можем даже сделать более того я выберу я выберу эти объекты все темные боковушки и покрашу их темной серой думаю да а это супер темной серой может быть возможно чуток нам не хватает контрастом по крайней мере сейчас есть такое ощущение давайте просто поднимем градиент чтобы у нас передняя часть хорошо читала все сгруппировали и и поставили сюда главное чтобы у нас с вами на этот доллар влияли наши вот эти лучи да чтобы у нас не выглядел отдельно скажем так от всей этой конструкции и еще можем с вами попробовать докинуть кстати говоря свечение дополнительное посмотрим что у нас еще по режимам есть интересного да где-то так и позади доллара уже то есть у нас логика такая что доллар у нас свет здесь перекрывает и у нас появляется здесь дополнительно такая тем дополнительно темное пространство вот это границы чуток ее заметно чем больше у нас всяких таких переходов переливов тем у нас интереснее будет графика так сейчас я подумаю эту штуку сюда потом если что вот так я еще докину сюда наверное свечение давайте сразу же его докинем костеризации костеризации я что-то совсем чуть-чуть не 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 совсем капелька и можем с вами переходить к следующим модулям да следующий модуль у нас будет какой-нибудь давайте кстати продублируем эту плашечку и посмотрим что у нас здесь с вами есть интересненького так я дублирую эту плашку не забываем все нюансы учесть все моменты захватить так окей сейчас мы это дорисуем и старайтесь если вам нужно чтобы было ощущение что все это на одной линии старайтесь чтобы оно так и было по направляющим нашим смотрим вот не примерно на одной линии и стоят так что двигаем с вами вот ориентировочно этой линии у меня здесь пропал прямоугольничек я его конечно дорисую потому что иначе это грязь следите за тем чтобы у вас все было ровненько красиво и тогда изометрия будет выглядеть аккуратной профессиональной и будет востребовано у вас я предлагаю сделать здесь такой акцент и поменять историю эту местами то есть сделать темно такой си это прямоугольник но у нас здесь будут естественно другие оттенки так я наш темно-синий вот он наш темно-синий и красим давайте я еще чуток сдвину чтобы не цепляться за соседа этого давайте попробуем вас создать нечто подобное для этого мне понадобится такой уже заготовленный у нас с вами модуль я его сдублирую но некоторыми деталями до добавления некоторых деталей мы это все дело усложним давайте опущу и наверное сделаю экспант вот здесь уже в принципе ничего не надо особо так есть и дорисовываю боковушки ну какое-то тут смещение произошло да у меня здесь произошла не хорошая история из того что я уменьшаю а наши с вами прямоугольники у нас получается сокращение здесь некрасивая поэтому чтобы это все уменьшить и сдублировать я это сдублирую сделаю экспант чтобы не было такого сокращения красиво и только после этого уже буду делать изменять масштаб тогда у нас все будет отлично и все закругленные углы у нас сохранятся и теперь все отлично есть такая неприкольная особенность у иллюстратора он эти углы как строк если помните я вначале показывала он их сохраняет и он понимает что здесь их можно редактировать из этого скругление у нас видоизменяется от масштаба так что же у нас здесь давайте попробуем с вами посчитать пропорции посмотреть как у нас сколько нужно нам таких блоков вот а потом будем их красить и усложнять так если я делаю их такой высоты то это очень много и у нас получается эта величина эта масса спорит с нашим таким главным элементом это не очень хорошо я хочу все таки чтобы у нас доллар был главным в этой всей истории поэтому я думаю вот такая толщина нам подойдет можно даже попробовать шток уменьшить где-то так можно здесь провести направляющую чтобы у нас было все одинаково визуально я думаю неплохо когда все это примерили давайте покрасим один модуль сделаем его сложным классным а затем продублируем итак у меня здесь еще будут какие-то дополнительные дополнительные элементики давайте их тоже сделаем в нашей правильной перспективе без выдавливания и без освещения говорим хорошо можем даже сделать какой-то экспонт экспонт как мы вот так покрасим и здесь еще какой-нибудь элемент докинул запомнился эффект так что то такое у нас тут появилось что то такое у нас тут есть и 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 направляющим. Вот я выставила, врезаю эту самую глубину, делаю ее с мультиплайем, конечно, затемнением и вставляю оригинальный объект. Вот, пожалуйста, у нас с вами появляются дополнительные какие-то графические элементики. Я бы чуток поубрала, здесь насыщенность, чтобы было не так явно. А здесь какой-нибудь давайте докинем строк. Так, есть. Чтобы не было такого контраста яркого в маленькой этой детальке, я поменяю режим наложения. Да. Теперь мы можем с вами это дело покрасить. Так как у меня все до этого решалось с помощью градиентов, то и для этого бокса я тоже возьму градиент у нашего оригинальной всей истории. Но, прежде чем возьму, объединю, конечно, с этой плашкой, чтобы у нас был единый градиент на один объект. Фастфайнером объединяю и пипеткой беру градиент. Так, есть. А теперь мне просто нужно подставить его под под нашу форму. Здесь у меня будет самый свет. Можем попробовать сделать чуть посложнее. Сейчас. Допустим, здесь у меня самый светлый. Давайте мы сделаем еще чуток светлее, чтобы граница читалась. Здесь самый темный. Вот здесь у меня будет такой какой-то переход. И можем попробовать с вами даже сделать здесь небольшой такой блик. Вот как-то так, да, чтобы у нас здесь на границе был такой блик. И здесь рефлекс. Практически, практически его нет. Он совсем чуть-чуть еле заметный. Я имею в виду вот здесь. У нас с вами появляется такой дополнительный объем. Мне не очень нравится, что у меня эта вся история сливается. Поэтому я все-таки возьму и сделаю здесь это пространство белым, да, с градиентом, точнее, с серым, таким нейтральным. И давайте группировать все, что у нас получилось. И делать дубликаты. Дубликаты делаю немного со смещением, чтобы у меня была такая дополнительная интересная форма. Можем с вами попробовать, кстати, внести какую-то а-ля асимметрию. Давайте попробуем. Но проблема в том, что так не бывает у этих конструкций, поэтому давайте оставим как есть. Что я могу здесь еще дополнительно докинуть? Я могу сделать здесь какую-то интересную тоже графику, чтобы не было это все так скучно. Давайте попробуем. Добавлю какую-нибудь такую темную плашечку сюда. оттуда цвет у нас пойдет и сделаю ее так, не слишком толстенькой. Думаю, есть резон докинуть еще каких-то а-ля кнопочек, возможно, дополнительных всяких элементиков. Давайте это сделаем. Extrude мы можем, кстати, применять не только к одному объекту, но и сразу к группе, например. Давайте сейчас и попробуем. вот у меня есть какая-то группа. Extrude, но уже сейчас, чтобы было более наглядно, покрашу светлый, но уже в другую сторону. Давайте нам нужен вид сверху. Довернем. Поставим сюда и, редактируя эту группу, сразу одновременно мы редактируем еще и сразу же мгновенно сам Extrude. Extrude. Сделаю expand и сделаю его какой-нибудь. То есть, вот если просто, да, смотреть на наш с вами градиент, то выглядит это все ужасно. Это какой-то, не знаю, 2001 Word. Просто жуть. Но если подходить к градиентам осмысленно, да, чтобы они работали на вас, а не против вас, то это может быть классная штука, классный инструмент. Я добавлю и здесь глубину. Давайте это дублируем. Так, сразу на всем не получится, поэтому давайте каждый по отдельности вырежем. Вырежем. Сгруппируем. И Multiply. Вставляем оригинал на задний слой. И Multiply давайте тоже чуть меньше. Мой интенсивный, чтобы не было такого ярко-ярко-синего. У нас такого ярко-синего нигде нет. Есть. Добавили интересных деталек и можем попробовать скопировать с вами теньку. Давайте копируем теньку. Вот наша тень. Как хорошо, что есть Smart Guides, которые помогают нам с вами попадать. Отлично. И теньки у нас должны быть с вами всегда под одним и тем же углом. То есть, если у нас будет здесь направляющий идти сюда, а здесь туда, будет каша, будет разнобой, будет некрасиво. Давайте позади поставим теньку. Да, отлично. Посмотрим, что еще у нас интересненького. И у нас с вами остается еще один модуль. И я предлагаю этот модуль сделать таким же, как этот. Просто мы его с вами перекрасим в белый. А затем все это дело объединим и настроим уже финальный вид нашей с вами иллюстрации. Но перед тем, как перейти к этому этапу, я совершенно забыла, что у нас здесь как бы есть еще всякого рода свечение. Давайте, возможно, добавим свечение и сюда тоже. Например, мы можем сделать его пробой здесь. Если это будет уже перебор, то в любой момент можем с вами свечение убрать, ничего страшного. Так, давайте выравним. И сдублируем этот прямоугольник. Поднастроим градиент. У нас немного сбился. Будут появляться дополнительные освещения, дополнительные детальки. Это, конечно, не может не радовать. Давайте попробуем. Возможно, еще вот такую штуку. Чтобы у нас повторялась конструкция. Несколько, да, у нас этапов свечения. И, конечно, дублируем наши графические элементики, без которых совершенно никак нельзя. Чтобы у нас была единая стилистика. Можно попробовать поставить сюда. Поменяла направление. Так. Так. частичка на передний план не так не нуждаются особо никакой подсветки они тех цветов которые нам нужны так что давайте на переднюю все частички все линейки вот интересная уже графика вырисовываются интересные такие а-ля технологичные порталы возможно немного сливается здесь этот знак в любой момент мы можем это все дело перекрасить я думаю это не проблема а я сдублирую наверное всю эту конструкцию наше референс сюда сдублирую эту конструкцию но не забываю что у меня все должно быть ровненько поэтому дублировать я буду относительно исходника своего а а мой исходник это конечно первая картинка с иконка с этим долларом так что у нас здесь по выравнивание это так примерно да и даже нет вот так и таким образом у нас получается классная выровненная картинка у меня опять потерялся здесь прямоугольник так что его конечно дорисую естественно посмотрим что там было и сейчас как я уже говорила я наверное перекрашу просто эти модули да плюс я всегда могу сделать их поменьше чтобы мне не было такой громоздкой штуки здесь чтобы у меня была какая-то симметрия какое-то подобие разнообразия поэтому давайте наверное так и сделаем разгруппирую и выберу давайте сразу просто поменяем градиент какой-то пойдем в палитры так светлый какой-нибудь так как светлый самый темный и и посмотрим что у нас получилось вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, в принципе, мы близки к завершению. Давайте сейчас, возможно, еще нарисуем какие-нибудь здесь линии, сеточку, чтобы у нас было такое единое информационное технологичное пространство. Я думаю, будет здорово. Мне еще, кстати, не очень нравится, что здесь у нас свечение меньше. И я, наверное, кстати, перекрашу доллар, потому что очень он бросается в глаза. Достаточно бледно выглядит. Это не тот эффект, который я преследую. Давайте вынесем его сюда, разберем. И кажется, синим было ему получше. Так, где наш синий? Томно-синий. Просто синий. Чтобы был контраст побольше, потому что не хватает контраста, и зрение как бы плохо все это считывает, плохо воспринимает. Поэтому это явно не то, что нам сейчас нужно для одного из главных элементов композиции. Мне кажется, так лучше сразу появляется дополнительный контраст из-за темного такого синего с белым. И, в принципе, считывается уже гораздо легче эта вся история. Так, ну и технологичная сетка. Сетку, на самом деле, мы можем взять с вами и вот эту. Давайте ее возьмем. Я ее уменьшу и уберу вертикальную линию. Не там ничего. Не там ничего. Продолжаем. Так, спрячу все лишнее, чтобы мне было удобнее работать. Мне не совсем нравится, что оно так все однородненько. Точнее наоборот, не однородненько. Давайте сделаем все одного цвета на задний план. Не такое яркое. Нет, сетка здесь добавляет немного каши. Не совсем удачный пример, не совсем удачное решение, но и на основе этой сетки мы с вами можем сделать какие-нибудь светящиеся линии коннекты. Давайте, наверное, так и сделаем. Я подгоню масштаб, чтобы было легче рисовать. Так, давайте. Сделаем чуток потолще, чтобы было заметно нам сеть. И давайте еще, наверное, какой-нибудь здесь попробуем. Так, вроде неплохо. Убираю эту сетку. И что-то тут как будто подъехало немного. Мне это не всем нравится. Да, видите, есть кривота некоторая. Это не хорошо, нам это никак не подходит. Давайте все повыравниваем, чтобы у нас было вообще все ровненько-ровненько и классно. Потому что, еще раз повторяюсь, в изометрии кривота непростительна. Все это сразу видно, все это вылазит мгновенно. Поэтому старайтесь за этим следить. Так, вот отлично. Так, что у нас здесь. Так, вот. Так, вот. Так, вот. Отлично. Вся сетка можно прятать. Так, что теперь? Можем попробовать с вами немного все это дело поскруглять. Главное скруглять все это дело вместе. Чтобы у нас было как бы единое скругление на всех этих линиях. Примерно единое, потому что все равно, видите, что-то он скругляет больше, что-то меньше. И я бы, если честно, подправила это. То есть так более-менее равномерно получается. Так, отлично. Давайте нарисуем еще дополнительно какую-нибудь такую блестяшку, что она у нас мчится по этой сеточке. Так, объединю все это и настрою градиент. Давайте добавим еще свечение. Алина? go Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы у нас был поярче этот момент, где идет свечение. Продолжение следует... И теперь можем с вами эту частичку продублировать дополнительно в тех местах, где мы считаем это нужным. Продолжение следует... Чтобы это дело положить на задний план, чтобы у нас не торчали нигде хвосты, чтобы все было аккуратно, красиво. Да, теперь отлично. Я еще хочу попробовать сделать offset, посмотреть, как это будет. Давайте... Да, нам нужен скругленный край. Окей. И нехитрым способом мы с вами добавили сразу много одинаковых линеек. То есть нам не пришлось ничего ни рисовать, ни... Offset, вот он. Не копировать, просто offset накинули и все. И вот у нас уже гора этих ленточек побежала. Так, все. Все. И я это... Кто-нибудь спрячу. Сюда. Замонтажную область у нас. Это нам больше не пригодится. Заблирую еще блестяшку сюда. И можем еще попробовать сделать дополнительное свечение. Давайте попробуем. Ну, она, как правило, не всегда. В местной не всегда хорошо это все выглядит. Накинула я блюр и можем поиграться еще с режимами наложения. Посмотреть, как это все будет. Ну, возможно, это уже слишком. Это уже перебор. Поэтому на свой вкус. В эти моменты уже смотрим. Сейчас я сделаю такое затухание небольшое. И понизить прозрачность. Чтобы не так ярко это все дело было. И таких блестяшек можно еще кидать и кидать сюда, да. И в результате всех наших трудов мы получили вот такую милую, интересную композицию, нарисованную в изометрии. Ваше домашнее задание, собственно, заключается в том, чтобы нарисовать свою графику в изометрии. Найти референс, который вам нравится. Возможно, скомбинировать, как это сделала я сегодня. Возможно, выдумать самостоятельно стилистику, графику. И попробовать все эти инструменты, которые сегодня я показала в своем уроке. Это и экструд, и сетка. И самое главное, что эти инструменты можно комбинировать между собой. Нужно комбинировать между собой, чтобы добиваться классных решений и классных результатов. Поэтому на этом урок заканчивается. И всем удачи и вдохновения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok